Всем привет! И добро пожаловать на новый выпуск, посвященный жанру ужасов, где я предоставлю свой личный топ, сформированный годами. Честно говоря, когда я составлял список, лент в нем оказалось больше 30. И, конечно, понимая, что это очень много, я постарался оставить в нем только те проекты, которые меня по каким-то причинам неплохо зацепили. Фильмы будут, как всегда, располагаться от самого низкого рейтинга к самому высокому. Но это как раз тот случай, когда каждый из них заслуживает внимания. И ни в коем случае не нужно листать ролик в конец видео, так как легко можно пропустить очень много интересного. Надеюсь, все понимают, что это лично мое субъективное мнение. И чтобы хотя бы немного добавить той самой объективности, я, как всегда, предоставлю рейтинги киносервисов, а также и оценки критиков со зрителями. И пока мы не начали, надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и хорошего комментария. Ну а так как нам действительно сегодня есть о чем поговорить, я больше не смею отнимать ваше время. Присаживайтесь поудобней и приятного просмотра. Открывает список фильм ужасов 2018 года от режиссера Дидерика Вана Ружина «Кадавр». И это является наглядным примером того, что меня зацепил хоррор с низкими рейтингами от киносервисов и совсем плохими оценками от критиков со зрителями. Но несмотря на это, по моему мнению, лента моментами может не только нагнать жути, но и хорошенько напугать своего зрителя. Итак, события этой истории развиваются в морге, в который привозят тело молодой девушки Ханны Грейс. Дело в том, что она была одержима и во время попытки изгнания демона была убита собственным отцом. В это же время туда устраивается и выходит на первую ночную смену бывшая полицейская Меган Рид. А когда Меган оформляет изуродованное тело и помещает его в холодильник, в пустых коридорах морга начинают происходить странные и пугающие вещи. И Рид тут же понимает, что с этим трупом явно что-то не так. Тут произошло убийство. В доме? Ужас о Митивилле. Фильм 2005 года от режиссера Эндрю Дугласа с Райаном Рейндольсом и Мелиссой Джордж в главных ролях. А еще в нем состоялся и дебют актрисы Хлои Грейс Моррис. Тут также критики не оставляют шансов со своими 24%, но оценка зрителей уже лучше и стремится к средней. А рейтинги киносервиса смотрятся уже не так уныло, как у предыдущей ленты. Сюжет основан на одноименном романе Джея Энсена, который задокументировал реальную историю, произошедшую в ноябре 1974 года. Тогда в полицейский участок поступил тревожный звонок. А когда сотрудники органов прибыли на место происшествия, то обнаружили в доме тела шестерых членов семьи, застреленных в своих кроватях. В фильме история разворачивается через год после этих ужасных событий. Джордж и Кейтли Латтс с тремя детьми переезжают в тот самый дом, уверенные, что сбылась их заветная мечта. Но семья даже не догадывается, что теперь их жизни находятся в большой опасности. Поворот? Не туда. Фильм в жанре слэшер 2003 года режиссера Роба Шмидта. И тут сразу к сюжету. Группа молодых людей оказывается посреди леса на безлюдной дороге, когда колеса их авто пробивает кем-то нарочно раскиданная колючая проволока. Так компания решает разделиться и попробовать найти ближайшее людное место. Но вместо этого они натыкаются на странный дом, внутри которого находятся ужасные трофеи и много оружия. Молодые люди начинают понимать, что происшествие на дороге вовсе не случайность, а на них самих открыли охоту хозяева этого зловещего места. Дальше по списку. Зеркала. Хоррор 2008 года от Александра Ажа. Скифером Сазерландом, Полой Паттон и Эми Смарт в главных ролях. Фильм также не особо-то оценили критики со зрителями на Rotten Tomatoes, но у него имеются достаточно хорошие рейтинги от Кинопоиска и IMDb. Синопсис. Полицейский в запасе устраивается на работу ночным сторожем в крупный универмаг, в котором не так давно произошел страшный пожар. Заступив на первую смену, мужчина совершает обход территории и замечает совершенно чистые огромные зеркала посреди развалин и пыли. А еще через некоторое время в них начинает отражаться кое-что очень жуткое. В свое время фильм меня хорошенько впечатлил, а сцена в ванной осталась в моей памяти до сих пор. Техасская резня бензопилой. Я, правда, не знаю почему, но из всей франшизы именно лента 2003 года мне понравилась больше остальных. Режиссером этого слэшера выступил Маркус Ниспел, а проект является ремейком одноименного фильма 1974 года и перезапуском всей франшизы. Сюжет. Август 1973 года. Группа молодых людей направляется на концерт в Даллас, но по дороге чуть не сбивают девушку, которая отрешенно идет вдоль дороги и ведет себя очень странно. Ребята решают не бросать ее в таком ужасном состоянии и передать беднягу в местную больницу. Однако, усадив ее в машину, та через несколько минут внезапно достает револьвер и стреляет себе в голову. А дальше веселая совместная поездка друзей резко оборачивается для них настоящим кошмаром. И гаснет свет. Детективный фильм ужасов о Дэвида Санберга, который сразу же берется за дело и начинает погружать зрителя в пугающую атмосферу. И тут хочу отметить неплохие оценки от критиков со зрителями. Да и в принципе дальше по списку практически все оставшиеся ленты будут также с хорошими процентами от Rotten Tomatoes. Главную роль исполнила Тереза Паумер. И наверное многие со мной не согласятся, но лично мне нравится данная актриса, которая тут отлично справилась со своей ролью старшей сестры. В детстве Ребекка испытывала постоянный страх и никогда не была уверена, что реально, а что нет. Когда гас свет. Теперь повзрослев, она покинула родной дом, оставив младшего брата Мартина со своей матерью. Но однажды Ребекка узнает, что брат переживает те же необъяснимые ужасные события, которые когда-то угрожали ее жизни. Девушка решает во что бы то ни стало помочь Мартину. И докопаться до правды, узнав все о таинственном монстре, привязанном к их матери. Психологический фильм ужасов 2022 года, режиссером которого выступил Паркер Финн. А сценарий основан на его же короткометражном фильме «Лора не спала». В целом, лента имеет положительные отзывы критиков, которые высоко оценили скримеры, режиссерскую работу и актрису Сози Бэйкон, сыгравшую Роуз Коттер, доктора психиатрического отделения. Который на прием попадает студентка Лора Уивер, совсем недавно пережившая ужасное событие, став свидетелем самоубийства своего преподавателя. Лора находится в состоянии близком к истерике, но утверждает, что она вовсе не спятила, а на самом деле ее преследует некая сущность. А после у девушки случается припадок, и студентка с леденящей улыбкой перерезает себе горло. С этого момента жизнь Роуз летит под откос, а та самая ужасная улыбка преследует ее, куда бы та ни отправилась. Вот мы и добрались до первой довольно свежей ленты в сегодняшнем списке. Восстание зловещих мертвецов. Коррор, режиссера и сценариста Ли Кронина, является пятым в серии и имеет довольно неплохие оценки от киноэкспертов со зрителями. Лили Салливан и Алиса Сазерленд сыграли двух сестер. История начинается с того, что Бет попадает в непростую ситуацию и отправляется в Лос-Анджелес за помощью Келли. Но добравшись до места, понимает, что и у сестры полно серьезных проблем. Одна из которых – снос жилого комплекса, где та живет со своими тремя детьми. В общем, разговор не успел состояться, так как в связи с чередой странных событий в Элли вселяются злые силы. А все проблемы Бет теперь кажутся просто мелочью, так как зло в теле сестры пытается убить и ее вместе с детьми. Демон внутри Детективный фильм ужасов 2016 года режиссера Андре Эвридала. Главные роли исполнили Брайан Кокс и Эмиль Хирш, сыгравшие в ленте отца и сына, живущих в маленьком городке и работающих в морге. Однажды местные офицеры обнаруживают труп неопознанной девушки в подвале одного из домов. Так и не поняв, что же там произошло, привозят его на вскрытие в тот самый морг. Патологоанатомы тут же берутся за дело. И при первичном осмотре молодой красивой девушки обнаруживают, что ее глаза выглядят так, словно она умерла много дней назад. Но тело не имеет признаков окоченения. А еще у нее страшные переломы и отрезан язык. Пытаясь докопаться до правды, что же все-таки произошло с ней, отец с сыном замечают все более странные и пугающие подсказки, ведущие к ее тайнам жизни и смерти. Это будет самая клевая ночка! Монстра. Фильм ужасов в стиле документальной записи, срежиссирован Мэттом Ривзом. Данный формат в свое время произвел настоящий фурор среди любителей хорроров. И из всех его представителей меня больше всего впечатлил именно этот фильм, который представляет собой псевдодокументальную запись с видеокамеры, обнаруженной людьми из Министерства обороны. Там заснята прощальная вечеринка уезжающего в Японию роба, прервавшаяся в самый разгар, когда улицы города содрогнулись из-за ужасного рыка. Лично я при первом просмотре хорошенько так проникся атмосферой ужаса главных героев, которые пребывают в глубочайшем шоке и абсолютно не понимают, что же им делать. Но вскоре масштабная угроза в виде огромного монстра начинает приближаться. И единственное, что они могут, это спасаться бегством. Играем дальше. Еще один довольно свежий фильм 2022 года. 2-3 Демон Приди. Снятый Дэнни и Майклом Филиппу. Тут стоит отметить высокую поддержку от критиков в виде 95% свежести, с чем в принципе солидарны и зрители, хоть и выдают цифры чуть похуже. Честно говоря, по моему субъективному мнению, сюжет неплохой, но не прям выдающийся. Но вот что меня действительно впечатлило, так то, что я в какой-то момент сел на диван и начал кричать в телевизор «Достановите вы его наконец». И вот таких эмоций при просмотре фильма я не испытывал очень давно. Да, на экране была очень жестокая сцена, но я все равно подумал, вот это да. Они же заставили меня поверить. Итак, коротко по сюжету. Среди подростков маленького городка набирает популярность необычное развлечение, по факту которое является спиритическим сеансом. Любой желающий жмет керамическую руку и произносит фразу «поговори со мной», после чего видит настоящего призрака. Так ребята и проводят на вечеринках весело время. Но однажды на эти посиделки приходит 17-летняя Мия, и к ней является облик ее недавно умершей матери. Реинкарнация. Фильм 2018 года. Является режиссерским дебютом Ари Астера с достаточно мощным актерским составом. Также имеет высокие проценты на Rotten Tomatoes. Но тут хочу отметить, что не все зрители относятся к данной ленте положительно. Сюжет. Энни Грэхэм живет с мужем, сыном и 13-летней дочерью Чарли. Мать Эми умирает, а через некоторое время после похорон семье сообщают, что могила была осквернена. В это же время в доме и за его пределами начинают происходить необъяснимые вещи. В итоге с каждым днем для Энни и ее близких открываются новые ужасающие секреты. И становится понятно, что их жизни находятся в большой опасности. Репортаж. Испанский фильм 2007 года. От режиссеров Жауме Балагера и Пака Пласа. Является еще одним представителем псевдодокументалистики. Где по сюжету начинающий репортер Анхель Видаль мечтает заявить о себе. И со всем своим упорством ищет по-настоящему сенсационный материал. Так девушка вместе со своим оператором отправляются с пожарной командой на место происшествия в большой жилой дом. Видаль энергично взявшись за дело начинает вести свой репортаж и освещать все происходящее. Увлекшись своей работой она не сразу понимает куда попало и что на самом деле происходит вокруг. Все жители дома заражены страшным вирусом и один за другим превращаются в нечто похожее на зомби. А чтобы эпидемию не выпустить наружу власти решают запереть всех больных и здоровых внутри здания. Дальше по списку Тихое место. Фильм режиссера Джона Красинский, который также выступил в качестве сценариста и сыграл главную роль в дуэте с великолепной Эмили Блант. Лента получила действительно высокие оценки критиков и такую же поддержку от зрителей на Rotten Tomatoes. По сюжету действия фильма разворачиваются в 2020 году в постапокалиптическом мире, в котором практически все человечество истребили кровожадные монстры, попавшие на Землю из космоса. Эти существа совершенно слепы, но обладают замечательным слухом, благодаря которому, услышав жертву, быстро настигают и убивают ее. Семья с двумя детьми приспособилась к жизни в таких ужасных условиях. В целях безопасности они очень аккуратно передвигаются и даже разучили язык жестов, который позволяет общаться без лишних звуков. Но дом с детьми не может быть самым тихим местом на Земле. И тут я советую после первой части сразу же включать вторую, так как считаю, что оба фильма достойные места в сегодняшнем топе. Закрывает мой личный топ «Шесть демонов Эмили Роуз» Фильм 2005 года от режиссера Скотта Дерриксона, сюжет которого основан на реальных событиях, произошедших в 1976 году. Тогда в ходе экзорцизма погибает молодая девушка. Литературным источником данной истории является документальная книга антрополога Фелиситаса Гудмана «Изгнание дьявола из Анны Лиз Михель». Лично для меня данный фильм уже долгое время остается одним из любимых. И именно тут я впервые обратил внимание на актрису Дженнифер Карпентер, восхитительно сыгравшую ту самую несчастную девушку. В фильме ее имя изменено на Эмили Роуз. Итак, по сюжету молодая Эмили становится жертвой демона, который пытается овладеть ее душой и телом. Вследствие чего, как вы уже догадались, она погибает. А пытавшийся спасти ее, священник-экзорцист попадает на скамью подсудимых. Так как с научной точки зрения студентка была больна и нуждалась в помощи врачей. Так священник в поисках справедливости изучает историю появления на земле того самого демона. И пытается доказать в суде факт существования темных сил и их способность влиять на жизни людей. Вот таким получился сегодняшний топ ужасов. Поставь лайк и подпишись на канал, если еще не подписан. Это будет огромная поддержка для меня, а ты больше не пропустишь новые интересные видео. А также обязательно поделись в комментариях названием своего любимого хоррора. Ну а на сегодня все. Смотрите только хорошее кино и до скорой встречи.